Заметка электрика Заметка электрика Заметка электрика Все потребители второй секции имели такое же чередование фаз, последовательность и чередование фаз, как на первой. Ну это в принципе все логично. Если кому интересно, я могу в принципе рассказать, как организована, как реализована схема АВР на данной подстанции, а именно на терминалах тор-200 от релематики. Вот сейчас я покажу, как производится фазировка вот этих двух секций с напряжением 10 кВт. Это у нас вот первая секция. Сборные шины. Ну и здесь разделительная ширма. И пошла у нас здесь вторая секция. Вот у нас ТН первой секции. Так, покажу. Напряжение в данный момент 10,5, 10,49, 10,48. Все линейные напряжения. Ну и фазные 6,1, 6,0, 5,9. Это, кстати, очень удобные многофункциональные приборы SOTEC. Он у нас измеряет как напряжение, так и токи. Показывает мощность. То есть он же и прибор учета, он же и измеряет различные гармоники, коэффициенты искажения. И также можно его использовать как элемент телемеханики. То есть через него управлять фидером. Вот сейчас он стоит в отображении токов по фазам. Соответственно, 379. И вот здесь удобно сделана такая вот индикация нагрузки, загрузки фидера. В данном случае вы видите, что данный фидер загружен на 60%. Интересный прибор. Достаточно интересный. Вот у нас ТН второй секции, ячейка. И вот у нас напряжение. 10,89, 10,87, 10,84. Немножко завышенное. Немножко завышенное. Производить фазировку будем с помощью указателя напряжения для проверки совпадения фаз. Ну, по сути, это как бы два обычных УВНа, указатель высокого напряжения, соединенный гибкой перемычкой. За исключением того, что в одной электроизоляционной трубке установлен индикатор свечения, а во второй установлен ограничительный резистор. И все это соединяется гибким высоковольтным проводником. Естественно, что перед фазировкой проверяется его исправность на рабочем месте путем двухполюсного подключения к фазе и заземленной конструкции. И обязательное условие, это работа с указателем напряжения, необходимо в обязательном порядке осуществлять в диэлектрических перчатках. Естественно, что указатель напряжения для проверки совпадения фаз, что диэлектрические перчатки должны быть испытаны. Ну, а убедиться в этом вы можете, посмотрев штампы, нанесенные на их корпусе, на их поверхности. Так, ну, собственно, фазировать мы будем в ячейке секционного выключателя. На выводы самого выключателя, вот здесь вот установлен за ширмой обычный вакуумный выключатель серии ТВИД Электрик, нам на выводы выключателя с обоих сторон необходимо подать фазируемое напряжение. То есть сверху А, Б, С у нас будет приходить напряжение первой секции, соответственно. И на, с нижней стороны, на нижние выводы у нас будет приходить А, Б, С уже непосредственно со второй секции. Так, для этого мы включаем на ячейке секционного выключателя шинный разведитель со стороны первой секции. Вот он, видно в окошечке, включены ножи. Вот, и в ячейке секционного разъединителя включаем шинный разведитель со стороны второй секции. Вот видите, тоже ножи все у нас включены. Дальше, это у нас ячейка секционного разъединителя, по сути, один шинный разъединитель и идет мост на соседнюю ячейку секционного выключателя. То есть вот он, у нас идет мост сверху и пошел в соседнюю ячейку. Вот мост у нас пришел и пошел на трансформаторы тока и на выключатель. Ну, естественно, сам выключатель у нас находится в отключенном состоянии. Ну, вот мы видим это по лампам и индикации, ВВ отключен, топ нагрузки 0, положение терминала, вот он у нас стоит, отключен. Мы подготовили выключатель для фазировки и переходим непосредственно к процессу. Я сейчас вам вкратце расскажу, как происходит фазировка, как и где устанавливают щупы указателя, а в дальнейшем покажу, как это все происходило у нас по факту, как мы производили эти работы. В общем, сам процесс фазировки состоит в том, что щупом одной трубки указателя касается любого крайнего вывода выключателя. Ну, например, вот фазу С, допустим. А щупом другой трубки поочередно прикасаются к трем выводам со стороны фазируемой линии. В двух случаях касаний нашей фазы С и фазируемой А1 и фазы С и фазируемой В1 лампа будет загораться ярко. В третьем случае, это фаза С и фазируемая фаза С1, лампа гореть не будет, что укажет на одноименность фаз. Также здесь хочу заметить, что на одноименных выводах лампа может чуть-чуть подсвечиваться, но при этом отсутствует треск. То есть, когда мы касаемся одноименных выводов, при касании отсутствует потрескивание. Когда же мы касаемся разноименных фаз, дальше вы заметите, что прям идет очень сильное потрескивание, что уже косвенно говорит о том, что фазы разноименные. Ну а после определения первой пары одноименных выводов, щупами поочередно касаются других пар выводов, например, АА1, АБ1. Ну и все аналогично, отсутствие свечения лампы в одном из касаний укажет на одноименность следующей пары выводов. Совпадение фаз третьей пары выводов ВВ1, ну для нашего примера я рассматриваю, можно уже не проверять. Фазы должны совпасть. Здесь идет чередование А, В, С. Желто-зелено-красное. То есть начинаем мы с желтой, встаем указателями на верх и низ выключателя, на желтую, и видим малое свечение указателя, что говорит нам об одноименности. Дальше переходим на одной трубкой на фазу В, на зеленую, на низ, и видим, что у нас имеется потрескивание, загорается ярко индикатор, лампа в указателе. Что говорит нам о том, что между А, верхней А и нижней В у нас имеется напряжение. То есть это не одноименные фазы. Дальше переходим с А на В и проверяем одноименность уже полюса В. Все, он у нас совпал. Ну и дальше уже нет смысла проверять оставшуюся, потому что оба полюса у нас совпали. Вот как-то так. Так, я вверх, фаз 2, да? Так, я вверх, фаз 2. На зеленую, сейчас у нас треск пойдет. Ага, так, я перехожу на зеленую. Я вам наглядно продемонстрировал, как производится фазировка двух секций напряжения в 10 кВт на выключатель. Аналогичные действия можно производить и на разъединителях с любой из сторон. В общем, это все уже планируется и осуществляется по факту, по мере удобства. В данном случае здесь ячейка достаточно широкая, удобно снять ширму и присоединиться к выводам выключателя. То есть никаких здесь особых препятствий нет. Поэтому и было решено фазироваться на выключателе. Ну вот на этом все. Кому понравилось видео, обязательно ставьте лайки. Обязательно подписывайтесь на канал. Впереди будет много еще всего интересного. Также не забывайте подписываться на мой инстаграм. Там я публикую ежедневно различные ситуации из своей рабочей практики, из своей рабочей деятельности. И не забывайте присоединяться в наше сообщество, в телеграме, в наш чат электриков, где нас уже состоит более 2000 человек. Там мы тоже ежедневно обсуждаем различные вопросы, от самых простых до относительно сложных. На этом все. Всем спасибо за внимание. Ну а с вами, как всегда, был Дмитрий, автор канала «Заметки электрика». До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»